библейский портал экзегет.ру представляет приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня мы читаем 28 заключительную главу священной книги деянет к сожалению книга заканчивается как и всякая книга имеет завершение свое да но здесь тоже есть многое что мы можем почерпнуть и мы во-первых вспоминаем что была буря на море да и павел которым явился ангел да и ангел сказал что господь веряет всех вот в твои руки никто не погибнет и павел об этом сообщил всем находящимся на корабле что все будут спасены и это исполнилось и вот как корабль сел на мель возле острова туда все смогли выбраться кто вплавь кто на каких-то деревянных предметах и никто не погиб читаем спасшись же бывший с павлом узнали что остров называется мелит ну на самом деле это вот мелит вот в том словопотребление сейчас это мальта остров мальта да и на племенники оказали нам немало человеколюбие и на племенники имеется ввиду туземцы местные жители это серафиникийского происхождения вот наподобие как карфагенин которые когда-то были пунические вот эти народности и ученые говорят что именно той национальности были эти люди и они отличались дружелюбием вообще на многих островах таких были дружелюбные туземцы то есть конечно кое-где могли съесть но это не в этих частях света туземцы съедали путешественников а вот здесь они более такие конечно человеколюбивые и сказано оказали нам немало человеколюбие ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас все эти промокли пока добирались до берега и нужно было как-то просушиться его стали в в разных местах раскладывать огонь и и на племенники тут же как-то вот ну может быть даже какие-то покрывала не стиль вот еду какую-то предложить путникам и тут вдруг неожиданное такое неожиданный поворот когда же павел набрал множество хвороста и клал на огонь тогда ехидна выйдя от жара повисла на руке его то есть павел решил поучаствовать сборе хвороста и ехидна это змея ядовитая из-за того что было осеннее время она уже видимо впадала в спячку и вот находилась где-то там хворости павел ее не заметил взял вместе а когда она почувствовала жар огня то она проснулась и вот она обвисла обвилась вокруг руки павла и повисла на руке его и на племенники когда увидели висящие на руке его змею говорили друг другу верно этот человек убийца когда его спасшегося от моря суд божий не оставляет жить но это вот как раз признак такого магического сознания к сожалению вот у этих туземцев как и у прочих язычников у них сознание магическое а магическое сознание но как какое что вот если ты увидел что-то вот необычное значит это непременно является символом каких-то вот духовных так сказать вот событий и ну змея змея она несет смерть правильно получается что люди только что вот спаслись и тут вдруг змея обвилась вокруг руки павла значит он точно преступник его господь пытается вот покарать но он то есть павел стряхнув змею в огонь не потерпел никакого вреда даже жалко конечно змейку но так вот конечно в то время особо не церемонились с присмыкающимися или там с какими-то рептилиями со змеями да и вот толкователи они как описывать некоторые толкователи и даже святые отцы они говорят что змея она не просто обвилась но она и укусила апостола павла однако вот не причинила ему никакого вреда но другие толкователи вот не пишут так прямо что она укусила и в общем то из текста непосредственно тут не написано то есть мы не можем сделать такой вот вывод что змея вот это ядовит она буквально укусила впилась своими смертоносными зубами в павла но вот она представляла собой угрозу и обычно тут ссылаются конечно на слова господа иисуса христа которые записаны были в евангелисты марка о том что верующим последуют такие знамени что там значит и будут говорить новыми языками на недужных руки возложат и те исцеляться будут брать в руки змей и если что смертоносные выпьют не повредит им то есть там тоже вот не сказано что непременно змеи будут вас жалить и не повредят но сказано что даже если вы соприкоснете с ядовитыми змеями будут брать в руки змей они не повредят вам и в общем то здесь прямое соответствие тем словам христа на руке павла повисла ядовитая змея но никакого вреда она ему не причинила хотя может быть она и укусила да но все равно не причинила вреда потому что павел храним благодатью божией так они то есть вот эти иноплеменники язычники ожидали было что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым но ожидая долго и видя что не случилось с ним никакой беды переменили мысли и говорили что он бог ну конечно они говорили в языческом смысле у язычников много всяких богов а боги это кто у язычников это у них совершенно другое представление нежели вот в богооткровенной религии если у нас вот еще и ветхом завете что господь бог он над мирный да то есть он вообще сотворил весь мир всю вселенную и он над миром хотя и проявляет себя внутри мира давая свое откровение помогая или кого-то наказывая но господь над всем то у язычников боги это некие такие вот мелкие сущности внутри космические сущности которые обладают чуть больше могуществом чем человек обладают бессмертием и ну способны себя как-то проявлять и поэтому когда если вдруг видели необычного человека его могли назвать язычники богом потому что он вдруг тоже проявлял некую большую силу чем у других людей то есть в языческом смысле они говорили и конечно за этим тоже стоял вот их магизм и как быстро меняет сознание змея повисла да на руке ну значит он грешник не умер от укуса змеи значит он бог вот такое суеверно магическое сознание в языческом мире и павел конечно да вот тут бы проповедовать но видимо сами обстоятельства еще пока не очень способствовали но кстати жители мальты они считают что именно тогда вот апостол павел тоже посеял семена христианства на острове и также считают утверждают что вот этих змей этой ехидны из рода ехидны змей уже больше с того времени никогда на острове мальта не встречалась вот такое предание что после апостола павла они все оттуда исчезли около того места были поместье начальника острова именем публия он принял нас и три дня дружелюбно угощал вот лука евангелист идея писатель он достаточно подробно тоже описывать все это очень четко так что был начальник острова начальствующий публи поскольку это все включается в римскую империю обязательно должно быть лицо представляющим римскую администрацию таковым являлся публий он принял нас а нас это кого конечно же не всех вот эти 276 душ там же часть это были узники часть простые моряки а нас это кого конечно же павла самого и луку и видимо кто там еще аристарх сопутствовал им до в этом путешествии потому что павел был человеком действительно необычным павел был очень образованным человек он римский гражданин он под защитой римского права и вот этот правитель острова публия ему ну представляете там не так много людей надолго останавливаются ему было интересно пообщаться и вот он три дня дружелюбно угощал отец публия лежал страдая горячку и болью в животе вот лука как известно был врачом и это у апостола павла в посланиях там сказано лука врач возлюбленный и поэтому на самом деле по-гречески вот где горячку и понятно это то есть высокая температура жар а болью в животе там буквально у него написано дюсентерия дюсентерия вот так вот называлась это заболевание павел вошел к нему помолился и возложив на него руки свои исцелил его павел не побоялся возложить руки на больного дюсентерии заразиться там какой-нибудь кишечной палочки но я конечно это так вот в шутку говорю наверное тогда не были известны все меры предосторожности санит санитарии как вот надо значит там не прикасаться больным с разной заразой но павел совершает чудо наглядное чудо то есть у того но явно какое-то вот физиологическое да ну и не не только физиологическое а там эпидемиологического характера заболевания какая-то зараза его поразила павел молится возлагает на него руки и у того проходит полностью болезнь потому что господь своей благодатью может исцелить от любой заразы человека хотят холеры хотят чумы хотят дизентерии неважно какие болезни божья благодать она исцелит любую болезнь после сего события и прочие на острове имевшие болезни приходили и были исцеляемы и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным видимо павел вот не так много здесь проповедовал не произносил каких-то очень подробных речей но он совершал чудеса именем христовым однозначно именем христовым не своим же именем и поэтому для жителей острова мальты вот эти даже чудотворные действия павла это тоже была проповедь христианская миссия через три месяца мы отплыли на александрийском корабле называемом диаскуры зимовавшим на том острове вот о помните мы упоминали что павел давал совет перезимовать тоже на острове чтобы не отправляться в опасное плавание но и к нему не прислушались и в итоге была буря корабль погиб а здесь вот александрийский корабль то есть из александрии плыл из александрии зерном снабжали остальные части империи корабль даже сохранилась его название диаскуры вот они проявили предусмотрительность они зимовали и три месяца там находились значит вот отплыли на этом корабле и приплыв в сиракузы пробыли там три дня сиракузы это город на острове сицилия оттуда отплыв прибыли в риге а это уже италия и как через день подул южный ветер прибыли на второй день в пути вол где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней а потом пошли в рим вот из города пути волы путь их был уже пеший то есть они вышли из этого корабля и дальше отправлялись пешим пешей дорогой и братьев это что забрать в так называли христиан в пути волах нашли братьев и причем что сказано что эти братья упросили пробыть у них семь дней а потом уже они отправились в рим видимо над павлом не тяготела вот так грозно римское право поскольку он гражданин да он еще над ним нет судебного решения поэтому никто не ограничивает его свободу и он мог задержаться где-то даже на неделю и так вот они прибывают в рим тамошние братья услышав о нас вышли нам навстречу до апиевой площади и трех гостиниц это такие знаменитые места рима где начну понятно что там это трех гостиниц и действительно от реальных гостиниц где останавливались и христиане рима будучи наслышаны они заранее выходят и встречают буквально апостола павла вот настолько была взаимная любовь дружба взаимопонимание у первых христиан увидев их павел возблагодарил бога и ободрился то есть он обрадовался что здесь есть единомышленники потому что он же не был еще здесь в риме и город такой конечно очень непростой большой город и конечно весть о христе евангельская проповедь там уже звучало несомненно но не так еще много было христиан и вот павел приободрился когда увидел единомышленных людей когда же пришли мы в рим то сотник передал узников военачальнику а павлу позволено жить особо с воином стерегущим его что-то вроде домашнего ареста где присутствует еще специально представленный воин который охраняет павла да ну и в том числе как бы смотрит чтобы может быть он вообще не исчез но в то же время свобода его не ограничивает через три дня павел созвал знатнейших из иудеев вот это братья сестры очень важное такое действие павла почему потому что павел до самого конца не отказывается от своего народа хотя уже на него там столько жалоб хотя уже пытались его убить пытались осудить он все равно до конца пытается обращаться прежде всего к своим соплеменникам к иудеям и здесь он собирает ну надо кого прежде всего в авторитетных людей сказано знатнейших из иудеев и когда они сошлись говорил им мужи братья не сделав ничего против народа или отеческих обычаев я в узах из иерусалима предан в руки римлян они судив меня хотели освободить потому что нет во мне никакой вины достойной смерти но так как иудеи противоречили то я принужден был потребовать суда у кесаря впрочем не с тем чтобы обвинить в чем-либо мой народ то есть павел он сразу поясняет что я прибыл не для того чтобы обвинять народ чтобы доставлять какие-то беды иудеям а вот по тому делу которая разгорелась у нас в иерусалиме по этой причине я и призвал вас чтобы увидеться и поговорить с вами то есть я не считаю вас за чужих вы своим не ибо за надежду израилеву обложен я этими узами а что это за надежда израилева это надежда на христа спасителя и на воскресенье все иудеи чаяли жаждали прихода мессии да и то что вот в будущем будет воскресенье а тут как раз вот христос уже пришел и он же и воскрес он первенец из мертвых и вот об этом но пока еще напрямую не говорит павел да он только в общих чертах описывает свое дело они же сказали ему мы не писем не получали о тебе из иудеи ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого вот это на самом деле очень странно потому что какие страсти разгорались и в иерусалиме и в кесарии в кесарии палестинской по поводу апостола павла и там даже первосвященника вызывали и вот знали же иудеи что его направили в рим и однако никто не присылал никаких писем ну я не знаю может там тоже какие корабли утонули не дошли эти письма но и вот так же приходящие братья они ничего не сказали то есть как будто это какое-то второстепенное дело впрочем желательно нам слышать от тебя как ты мыслишь ибо известно нам что об этом учении везде спорят то есть они понимают что он представляет собой христианство но не очень представляет что это такое и назначив ему день очень многие пришли к нему в гостиницу то есть вот где находился павел с приставленным к нему воину и он павел от утра до вечера излагал им учение о царстве божием приводя свидетельство и удостоверяя их о иисусе и законы моисеева и пророков учение о царстве божием конечно это вот то с чего начиналась и проповедь я на крестителя и проповедь самого господа иисуса христа покайтесь ибо приблизилось царствие небесное царствие божие это что а это собственно явление самого христа и основание им церкви вот церковь это есть царство божие явленное на земле и павел приводит свидетельство от закона моисеева и от пророков показывая что ветхозаветные пророчества они все исполнились в лице иисуса христа а какая же реакция одни убеждали словами его и вот это уже много кстати сказано хотя только одни убеждались словами все равно кто-то выслушав принял христианскую веру и это уже очень много а другие не верили будучи же не согласны между собою они уходили когда павел сказал следующие слова хорошо дух святой сказал отцам нашим через пророка и саю пойди к народу сему и скажи слухом услышите и не уразумеете и очами смотреть будете и не увидите ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышит и очи свои сомкнули да не узрит очами и не услышит ушами и не уразумеет сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их если павел приводит пророчество исаи о том что люди очевидные вещи не смогут воспринять его речь идет конечно про иудеев а ведь исаи он как раз очень красочно проповедовал о христе да что он и язву из язвен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши наказание мира нашего на нем язва его мы исцелились он как агнец кроткий до ведом был на заклане и хранил молчание и много других таких очень явных пророчеств исаи они исполнились на христе и вот исаи при этом говорит что вы будете очами смотреть и не увидите исаи это прозревал вот это и осуществилось и павел высказывает эти слова и так заключает павел да будет вам известно что спасение божие послана язычникам они и услышат когда он сказал это иудеи ушли много споря между собою вот в заключении книги деяния такие вот слова павла как некая печаль до того что был на тот момент и продолжится дальше что иудеи значит спорят друг с другом о учении христовом уходят не приняв в основном не приняв евангельское благовестия а павел говорит что спасение божие посланы язычниками они услышат как будто заключающие завершающиеся книга деяния она сразу говорит что дальше что дальше обращение к язычникам и будут обращаться там и и какие-нибудь галлы вот и бритты и сарматы и скифы и потом и славянские племена то есть народ рос обратиться ко христу есть все те кто в язычестве они будут обращаться потому что спасение боже послана им а иудеи ушли много спорю между собой и жил павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему два года видимо как раз вот тот срок который пришлось им ожидать пока вот не настала его очередь предстать перед императором перед кесарем потому что таких вот апелляция кесарю было очень много и вот ждать пришлось целых два года на своем иждивении это значит что павел вынужден был сам оплачивать свое проживание съем жилья питание и видимо ему помогали конечно христиане христиане и римские может быть кто-то вот из других мест присылал какие-то средства и он принимал сказано всех приходивших к нему то есть за это время он продолжал проповедовать а ну так и сказано проповедует царствие божие и уча о господи иисусе христе со всяким дерзновением невозбранно он невозбранно проповедовал о христе о царстве божием за это время слово павла достигло даже двора кесарева как он свидетельствует об этих об этом в своих посланиях и вот к великому сожалению на этих словах книга деяний прерывается то есть как когда же как незаконченная книга нам тут же хочется чтобы вот еще что-то дальше почитать а дальше то что дальше к сожалению не было написано но может быть не успел может быть лука уже отдельно находился от павла может быть сам лука где-то проповедовал трудно сказать так или иначе не было написано вот что написано то и что сохранилась то вот включена дальше конечно как некоторые как вот объясняют что почему не закончена книга деяний а потому что история церкви она не заканчивается то есть она вот из этих строк священной книги деяний она как бы переходит в реальную жизнь в церкви где уже жития святых до история вселенских соборов история отцов аскетов преподобных ну и также конечно же и мучеников и даже мучеников прежде всего которые запечатлели кровью веру в бога и поэтому поскольку книга деяния она церкви христовы то как ее заканчивать если бы тебе церкви она только начиналась в первом веке и поэтому она дальше уже продолжалась да и вот жизнь каждого христианина тоже должно быть продолжением того что сказано в книге деяний потому что все мы чада церкви христовой что же касается павла то мы уже знаем из исторических сведений что он добился суда кесарю и кесарь его освободил и после этого павел получив свободу проповедовал дальше он совершил еще четвертое путешествие судя по его посланиям некоторым да он ну в частности допустим в крите он был потому что впоследствии он писал ученику своему титу для того я оставил тебе тебя в крите чтобы ты довершил недоконченный поставил по всем городам пресвитеров то есть сам павел получается посетил крит кроме того есть предание что он доходил даже до испании вот ну а впоследствии конечно же вторично он был осужден и уже к великому сожалению принял мученическую ну как к сожалению к тут как уж господь управил на крови мучеников стоит церковь христова и это как со распятия самому господу иисусу христу и петр был казнен как вы знаете будучи повешен на кресте только вниз головой потому что считал себя недостойным принять распятие также как спаситель а павел как римский гражданин был казнен через усечение головы ему отсекли голову мечом но вот время покоятся мощи того и другого и вот на этом конечно история церкви не закончилась и проповедь христова не закончилась а мы благодарим господа благодарим апостола павла евангелиста также идея писатели луку за то что вот у нас есть такая прекрасная книга деяний святых апостолов с которой мы ознакомились надеюсь мы стали поближе вот к познанию божественных истин истин божественного откровения и вот вообще в священном писании дальше идут соборные послания их действительно легче читать чем послание апостола павла и после деяния действительно неплохо было бы прочитать соборные послания а потом уже переходить к 14 посланием святого апостола павла на этом мы завершаем всего вам доброго дорогие братья и сестры храни вас господь